Это видеоклип группы Strangelers на MTV, и сегодня ночью с вами Марк Гудман и, конечно, близкие друзья группы Strangelers, Дебиш Мод. С нами Мартин Гор и Дэйв Ганн. Добро пожаловать на MTV, ребята. Вы существуете в Англии уже 4 года, и выпустили там 5 альбомов, и один новый здесь в Штатах, Сам Грит Реворд. У нас 4 альбома. Включая Сам Грит Реворд? Да. Окей, вычеркиваем. 4 альбома, не 5. Окей. Поскольку вы новички в Америке, а я не говорю по-французски, только по-английски, может вы объясните, что означает Дебиш Мод? Ну, название такое, потому что мы взяли его из журнала, когда я еще работал в колледже, если это кому-то вообще интересно. Конечно, интересно. На самом деле это ничего, ничего не значит, и мы ничего не имели в виду, когда так назывались. А во французском языке это глагол «спешить», типа «поспешная мода» или что-то вроде того. Я думал, что в этом как-то замешан модный журнал. Да, да, это на самом деле модный журнал под названием «Дебиш Мод». Но их название пишется по-другому, с черточкой. Мы просто убрали черточку, так что в итоге это совсем ничего не значит. Когда люди говорят о «Дебиш Мод», то они описывают электронную группу с синтезаторами, но гораздо более человечную синтезаторная группа с человеческим лицом. Насколько это правда? Да, по сути мы поп-группа. Мы просто чаще используем синтезаторы и компьютеры, а не гитары. Хотя и гитары мы тоже иногда используем, но гораздо чаще мы используем электронику. Нам просто кажется, что применять электронные звуки — это намного интереснее. Но вы делаете больше, чем просто синтезаторную музыку. На самом деле вы используете синтезаторы довольно необычным способом. Вы можете немного рассказать об этом, что вы делаете? У нас всегда возникают проблемы, когда мы пытаемся объяснить этот процесс. О как! Да мы и сами не понимаем, как это делаем. Мы делаем много сэмплов в синтезаторе Fairlight, о котором, возможно, люди уже в курсе. Также мы используем синтезатор, который похож на Fairlight. С помощью них мы можем сэмплировать любые звуки. Потом вы загружаете это в компьютер, эти звуки появляются у тебя на клавишах, ты можешь комбинировать их и делать с ними все что угодно. То есть мы можем взять звук, например... Да, вы его загружаете в компьютер и получаете целые аккорды с этим звуком, да? Да, и получается огромный... Мы продолжим общаться с Deppish Mode, далеко не уходите, будет еще интереснее. Это видеоклип Айо Спидвагон, близких друзей Deppish Mode, которые присоединились к нам сегодня вечером на MTV. Мы начали говорить об их новой пластинке, но также у нас есть и новое видео. People of People, это живое выступление. Есть две версии этой записи. Да, одну мы сделали на концерте в Гамбурге в конце прошлого года. Мы записали концерт целиком, он в итоге выйдет отдельным видео, и это будет действительно очень круто. Мы закончили работу над этим концертником, закончили сводить звук и другие вещи, и этот клип, это маленький кусочек большого концерта. Забавно. Я, в общем-то, ожидал, что вы поймете, откуда эта запись. Да, нам только что сказали, у тебя есть эта пленка, и для нас это действительно новость. Я понимаю. Потому что мы совсем недавно закончили работу над этим видео, буквально пару недель назад, так что ты получил это одним из первых. Да, да, но мы подписали все бумаги, мы все честно получили. Окей, следующий вопрос. Синтезаторная группа из Англии. Это не совсем свежая идея в наши дни, ведь Англия отошла от таких экспериментов. Можете рассказать нам здесь, в Штатах, во что превращается современная музыкальная сцена? Ну, я не думаю, что это прям так, у нас есть разная музыка, найдется место для всякого рода музыкантов, мы используем электронику, потому что нам это кажется интересным, но вокруг есть много гитарных групп, и я думаю, что рок-группы иногда даже переживают, что электронная музыка вытеснит их со сцены, но на самом деле я уверен, что такого не будет. Ну, может, на некоторое время? Когда Депешмод только появились, синтезаторные группы уже были в Англии. Что там творилось? Это было новое направление в музыке, новое дыхание, и мы стали частью этого. Ну что же, мы ждем и других больших новостей, и, возможно, вы что-то об этом знаете, но, вероятно, это снова будем мы. Ну вот и ладушки, вы все безумчики, потому что смотрите MTV сегодня ночью. Благодарю участников Депешмод за то, что заглянули к нам и посмотрели свое живое выступление. Это не контрабанда, и вы тоже увидите это на MTV. Спасибо, ребята. Увидимся. Подписывайтесь на мой ютубчик MaxShillender101, добавляйтесь в ВК MaxShillender и смотрите новые видосы о группе Депешмод.